Друзья, всем привет! Мы находимся на стенде Влада Матвеева, производителем мозаичного Дамаска, того самого крутого, яркого и интересного. Влад, привет! Привет! Сейчас я буду задавать тебе некие вопросы, на которые ты будешь рассказывать ребятам на камеру, чтобы все-таки рассказать поподробнее, чем так выгодно выделяются твои клинки, которые ты продаешь. Покажешь на примере на ножах, как они выглядят, и, соответственно, давай начнем. Как так случилось, что ты перешел в эту отрасль делать именно этот мозаичный Дамаск? Мы с Дамаска начали сразу, но Дамаск был достаточно узким сегментом. Мы занимались ножами полностью, делали из нержавейки, из Х-12, все, что было на рынке, из того мы делали. Но постепенно-постепенно мы отказались от всего, кроме мозаичного Дамаска. Это был такой эксперимент. Причем Дамаск тогда, в начале 2000-х, он, конечно, спросом пользовался, но он был очень дорогой. И максимум, что покупалось, там, 3-4 клинка. Это за выставку. В основном брали, набирали моностали. В общем, решили остановиться на мозаичном Дамаске, делать только их клинки и в массы. Да, отказавшись от всего, у нас появилась возможность развивать это направление. И таким образом мы сейчас занимаемся исключительно мозаичным Дамаском. Так, следующий у меня к тебе вопрос. Какие материалы используются для того, чтобы сделать вот такие красивые, ну, вот такой красивый мозаичный Дамаск? Какие? Вот стали там используются? Используем несколько видов стали. Это ШХ-15, М-76Т и никель. Угу. Хорошо. А какие тогда у тебя производственные мощности? Мы плавно из стали переходим непосредственно. Самая-самая обычная кузница. Самая обычная? Самая обычная. Восьмидесятый молот, горн, наковальня, точила и все. А сколько людей у тебя? Один ты делаешь? Нет, мы вдвоем с отцом. Вдвоем с отцом. То есть это семейное у тебя получается такое бизнес-производство, дело семейное. Тогда давай следующий, я тебе вопрос задам. Сколько в среднем требуется времени для создания, ну, одного клинка? Очень интересный вопрос. Давай высчитывать. Два года. То есть чтобы сделать, или там какой-то пласт делается, ну, в смысле лист вот этот назычного дамаска, чтобы я понимала. Как получается? Мне надо два года, чтобы сделать ассортимент вот этот полностью 60 клинков, но ассортимент каждый месяц по 60 клинков походит. Но процесс начался два года назад. Так, давай еще подробнее процесс два года назад. Что в этот процесс входит, какие этапы? Кует сначала пакет. В принципе, 60 узоров сделать за один месяц невозможно разных. Делается пакет. Пакет это такой, как буханка хлеба, представляешь себе, да? Но в этой буханке хлеба там уже рисунок внутри полностью. И нарезается на дольки, примерно на 7 долек таких получается. И вот каждая долька идет на нож. Каждая вот эта долька, но это один узор. Вот этот шпик. Ну да, понятно. То есть, чтобы не было заготовка такая под один непосредственно узор, который сделан. Да, под один узор. Но делать одинакового узора смысла нет. Поэтому в месяц мы отрезаем с этой буханки только один кусочек. Таким образом, у нас для 60 разных узоров нам нужно 60 буханок. Так, арифметика после сложных вычислений. Но 60 буханок за один месяц сделать невозможно. Потому что делается где-то по 4 буханки в месяц. Просто с каждой буханки мы отрезаем по кусочку. И у нас получается 60 разных узоров. Вот оно что. Вот эти буханки, они кончаются периодически. И приходится добавлять новых узоров. Самая первая буханка была начата 2 года назад. Иногда буханки кончаются очень быстро, если узор удачный. А иногда они лежат по 2 года. Но для ассортимента все равно. Я отрезаю с нее кусочек. И вот этот клинок, который сейчас лежит здесь, получается, что начат он был 2 года назад. Зачем мы это все рассказываем? Чтобы вы понимали, насколько это длительный, трудоемкий процесс. И чтобы получить вот такую красоту, иногда требуется целых 2 года. Вот мы задели тему узоров. Какой самый популярный узор у тебя, вот Дамаска, твоего мозаичного Дамаска есть, по которому тебя узнают? Может, кто-то еще просто не узнает, но теперь будет узнавать. Давай хвастайся. Эти виды мозаичного Дамаска, самые такие популярные узнаваемые, это как лицо твое? Ну, практически, да. Здесь они не то, что популярные узнаваемые. Бывает так, что по одному названию можно определить кузнеца. Кузнецов-то много, но больше всего приятно, когда просто по названию Дамаска определяют именно автора. Даже не по самому Дамаску, а по названию по одному. То есть пляшущие человечки Дамаск сразу ассоциируется с нами. Да, если взять другую любую мозаику, она тоже вся красивая. То есть есть много интересного и уникального. Вот скажи, пожалуйста, ты рассказывал мне про буханки, как вот делается вот этот Дамаск, он выдерживается, потом нарезается. Скажи, пожалуйста, как непосредственно сам узор делается? Вот эти вот человечки, ну это же совсем мне непонятно. Ну вот на примере человечка. Представь себе со шпиком колбаса. Вот этот шпик, только он там не в виде кусочков, а в виде таких длинных-длинных линий на всю длину. А, ну то есть это вот так от них, как... На всю длину вот этой колбасы. Такой шпик. Вот, и получается, что то же самое, если мы берем голову человечка, нам надо сделать отдельно вот эту голову, вот на всю длину пакета. Делаются отдельно руки. Каждый вот это вот, каждый элемент, каждый элемент, это у нас отдельная буханка, да, или отдельная там колбаса. Но, когда мы их складываем вместе, потом, то есть сначала мы делаем длинные ее, но она становится маленькой. Вот вытягиваем, потом складываем вместе, свариваем. У нас получается один человечек. Так, все ради одного человечка. Ну, все ради одного, только у нас получается, что чем больше мы пакетов собираем, тем длиннее, длиннее этот последний пакет. Вот, скажем, голова-то сначала большая у человечек, но когда мы ее уменьшили, пакет стал длинным-предлинным. И вот эту голову первоначальную можно пустить на всех человечков, потом используя, потому что, чтобы они танцевали по-разному, нам надо сделать разные буханки. Мы поняли, какой дамаск у тебя один из самых, так скажем, тебя определяющих, можно ли так сказать? Ну, можно сказать. Ну, то есть твое, так ты же сам сказал, по названию дамаска определяется? Например, могу сказать, какой дамаск самый распространенный. Давай. Бывает такое, что вот эти буханки, пакеты, они остаются. Вот нам не нравятся, мы там нарезали, вот они лежат, лежат там два года, вот даже не хочется с них ничего делать. Бывают просто остатки какие-то по этих пакетам, но уже слишком маленькие. Мы их собираем кучу и делаем новый пакет, то есть из остатков. Ну, безотходное производство. Ну, грубо говоря, там остались немножко человечков, немножко там перышек, немножко разных этого дамаска. Мы собрали, все в кучу, и у нас получился такой новый интересный узор. У нас как-то не крути пакет, он постоянно получается новый. Вот этот дамаск из остатков, это самый распространенный. Чтобы показать, вот этот самый из остаточков. То есть вот это самый популярный дамаск, который у тебя... А, ну да, я, кстати, видала такой на других ножах, не твоих. Самый популярный, но в то же время его невозможно повторить, он самый редкий. Потому что ковать специально остатки пакетов, это невозможно. Еще один вопрос непосредственно про клинки у тебя спрошу. Да. С кем ты работаешь? С Россией, с ближним зарубежьем, с Европой? Потому что я помню, что ты рассказывал, ездил на выставки в Европу. То есть настолько твой дамаск любят, тебя узнают не только на территории России, но и за рубежом уже. С Европой мы зарезали. Мы сейчас работаем с Россией. Давай тогда к ножам. У тебя на стенде можно увидеть не только клинки, но и ножи. У тебя целая отдельная витрина с ножами. Зачем ты делаешь ножи, если ты вот решил делать чисто вот мозаичные дамаски? У тебя, в принципе, с ним все хорошо. Ну, во-первых, клиент, который покупает нож, он должен сразу понимать, как это будет выглядеть. Не все это понимают. А ножи, они нужны для визуализации готового продукта. То есть это как пример? Как пример, да, что можно делать с этим дамаском? Давай достанем несколько ножей, и ты мне вот расскажешь непосредственно, что в этих ножах сделал ты. Знаю, что ты работаешь часто в коллаборациях с другими мастерами по изготовлению ножей. Практически на 99% все ножи – это совместная работа с разными мастерами. Значит, ты стал делать ножи для того, чтобы продемонстрировать потенциальным твоим коллегам, которые будут у тебя брать клинки из мозаичного дамаска, как это все будет выглядеть на самом деле в реале уже в завершенном формате. И вот ты мне достал здесь вот три ножа, и расскажи, пожалуйста, про каждый из них поподробнее. Какой здесь стоит рисунок мозаичного дамаска? Что здесь на рукояти? Кто что здесь выполнял? Почему пришли именно к такой модели? Это мой хороший друг, мой хороший товарищ из Брянска, Александр Бирюков. Привет. Он с каждым годом делает все лучше и лучше ножей. Основная его специализация – это скриншоу. Ну вот так красивее. Можно здесь или вот даже сзади нас его ножичек. Так. Вот это как бы у нас основной. Значит, смотри, здесь какой узор? Есть у него имя? Нет никакого имени. Просто красивый узор. Твой, твой клинок. Рукоять. Это вот твой коллега, дорогой друг, который сделал этот нож. Получается, все он собрал. Что здесь у нас на рукояти, ты помнишь? Да, черное. Конечно, помнишь. Конечно, черное дерево и рок-буйвола. Рок-буйвола и скриншоу. Да. К нему идут вот эти ножны, да, получается? С чего они сделаны, кто их делал? Все он. Все он делал. Да, полностью собирал нож. Скажи, пожалуйста, порядок цен вот таких ножей? Примерно, просто разброс, минимум, максимум. Около 100 тысяч. Около 100 тысяч. То есть, это рабочий нож или его чисто на полку поставили? Конечно, рабочий. Соответственно, это такие маленькие рабочие фиксированные ножи. Здесь я вот смотрю уже Дамаск попроще. Да. Тут тоже скриншоу, те же самые материалы, правильно или нет? Этот вообще маленький. Да, да, да. Я хотела спросить по производству. У тебя сколько процентов уходит на клинки и сколько уходит процентов по производству на ножи? Значит, ножей. То есть, по продукции? Клинков мы делаем, ножи-то мы сами не делаем. Ну, это понятно. Но, например, вот у тебя, условно, клинков 70% сейчас продукции на стенде. Ножей, ну, 30%. Процентов 30%. А так и есть. А так и есть? Так и есть. Так и есть. Я молодец. Так и есть сама. Сама спросила, сама ответила. Солостоятельная. Сама спросила. Нет, вообще, наша продукция, в первую очередь, это, конечно, клинки. Да, клинки. Ну, и сырье, понятно. Сырье, это отдельно уже оптовики, с кем мы постоянно работаем, паковки. Это другой вопрос, не выставочный. Для того, чтобы на выставку привозить паковки, ну, не будет видно Дамаск, но смысла нет. Поэтому здесь достаточно выложить клинки. Это необходимый продукт, чтобы люди видели ассортимент. Дизайн ножа ты согласовываешь с товарищем, которым ты делаешь? Или он такой, я хочу твой клинок? Нет, есть такие товарищи, которым я полностью говорю. Вот они как сделать, что сделать. Я говорю, вот как посчитаешь нужным, так и сделай. Бывает такое, что я сам, как мастер, вот мне, когда дают, мне больше нравится, когда мне дают, там, полную свободу действий. Хорошо, про полную свободу действий еще один такой вопрос. Где ты черпишь вдохновение? Я как-то задавала тебе этот вопрос. А я что ответил? А ты не нашелся, что ответить, поэтому спустя некоторое время я тебе еще раз спрашиваю, где ты его черпаешь? Вот рождаются идеи Дамаска, вот как рисунки эти. Там, если с ножами ты сотрудничаешь и дизайн вместе, совместно придумываешь. Вот где ты такой? Сижу, хочу сделать вот такой Дамаск. Вся работа сделана, во-первых, с любовью. Прям любовь к тем, кто тебя окружает, любовь к своей работе, любовь к этой жизни, вот все, что есть. И, естественно, когда мы приезжаем на выставки, для нас встретить людей здесь, это тоже огромный такой всплеск вот этой любви. И вот отсюда и идет это вдохновение. Потом мы приезжаем домой с новыми силами, у нас какие-то новые мысли появляются, и мы тогда работаем и делаем что-то новое. Хорошо ответил. И на финалочку я бы хотела посмотреть твой складной нож, потому что у тебя не только клинки, фиксы, но еще и появились в недавнем времени складные ножи с мозаичным Дамаском на клинке. А как вообще такое получилось? Какие-то нюансы и особенности? Красота такая. Наш белорусский друг Юрий Шедловский. Юрий, привет. Мы с ним решили запустить вот такую модель. Можно потрогать, да? Я руки мыла. Конечно, конечно. С утра. Красота какая. Мне кажется, это Алене понравилось этот нож. Давай рассказывай подробнее, что здесь на клинке. На клинке наш Дамаск. Мозаичный. Калейдоскоп. Калейдоскоп. Ну, по сути, рисунок в калейдоскопе всегда разный. То же самое с Дамаском. Но здесь одна техника. Назовим ее техникой калейдоскоп. В этот раз мы решили протравить Дамаск немножко по-другому. Обрати внимание, он такой синий, красный. Это воронение. Воронение по технике Берти Ритвилда. Слишком сложно с утра. Берти Ритвилд. Знаменитый кузнец мирового масштаба. Спасибо. С Южной Африки. Нет, он сам голландец, но он с Южной Африки. Слишком много информации для меня с утра. Ты что делаешь вообще? Так вот. Один раз этот Берти Ритвилд приехал сюда, в Россию. Мы как-то участвовали в гостиной дворе на выставке. И мы его приняли в союз кузнецов в России. Теперь он с вами. Теперь он с нами. Так, возвращаемся к ножу от мужчин, с которыми я не знакома. На рукояти. На рукояти титан. Вставки кристаллизированный титан, подшипники. Вот здесь вставка. Да, это кристаллизированный титан. Как родился дизайн этого ножа? Рисовали, рисовали очень долго. Мы с ним вместе сидели. Потому что одно дело нарисовать, другое дело понять, как он будет потом в итоговом виде. Ну, я у тебя трогала складни, они были немного другие. А этот я смотрю уже прям... Этот третий. Да, третий. Я первый и второй смотрела. Он намного круче, чем те. То есть видно, что уже больше работы проделаны, различные нюансы. И, стало быть, будешь и дальше заниматься производством складней. Ну да. Ну, людям нравится? Как вообще отзывы собираешь? Ну, вот первые два купили. Те. Один купили прям там, где ты видела. Второй буквально вчера ушел. Вот он, третий. Супер. Вот. Но делаются они настолько редко пока что. Всего три ножа сделаны. Еще отзыв нет. Ну, на самом деле, обладать вот таким ножом, которых, например, всего три пока что вообще в жизни существует. И это вот третий я держу, прикасаясь к прекрасному. Мне кажется, ценители, коллекционеры, любители всего уникального, они это прям по их душам. И, на всякий случай, расскажи мне последний вопрос к тебе, такой корыстный. По цене. Тоже... 180. 180 тысяч вот такой стоит складень. Но при этом работы здесь масса. Любви и труда. Что ты можешь сказать тогда еще по планам своим, кратко, на будущее? И все. Ну, планы работать. Дальше самое главное, не останавливаться на том, что мы достигли. Надо постоянно расти, расти, расти. Ты за развитие. За развитие. Ты молодец. Спасибо. Спасибо тебе большое. Приходите на стенды, на всех выставках. Ты же на следующие выставки приедешь? Конечно. Вот. Отлично. Если вы хотите прикоснуться к прекрасному, приходите на стенды Влада Матвеева. Смотрите, какой замечательный, назычный Дамаск он делает. Также заходите в его социальные сети. Там можно будет почитать и про производственные процессы. Ты также там рассказываешь фотографии Дамаска, выкладывая, какие они там есть. В общем, всем любви, мира и добра. Дамаска, выкладывая, какие они там есть.